Спасибо. Сразу хотел бы оговориться, что до сих пор ждут, если не своего исследователя, то для начала хотя бы систематизаторов основной концепции русской литературной эволюции XVIII века, которые были выдвинуты в XIX-XX веках. Поэтому в этом выступлении я остановлюсь только на основных, с моей точки зрения, сюжетах. Оценка Екатерины II в историко-литературных трудах наглядно демонстрирует то, как менялась идеологическая конъюнктура. Например, в 1928 году вышел учебник Когана «История русской литературы с древнейших времен для нашей религии». В это время он еще мог написать, что у нас носителями просветительных идей были передовые представители дворянства и сама Екатерина. Однако в конце 1930-х годов такие вольности уже были невозможны. Гуковский в своем знаменитом учебнике русской литературы XVIII века резко противопоставляет Екатерину так называемым «просветителям». Екатерина делает все возможное, чтобы и в литературе противопоставить идеологии передовой дворянской интеллигенции и первым проявлением демократической идеологии свою деспотическую, передворную, официальную интеллигенцию. Концепция Гуковского прямо перекликалась в то, что была сформулирована в истории русской литературы Горького. Именно Горький выдумал Фан-Визина на роль главного обличителя Екатеринской эпохи. Вот что он писал. Фан-Визина начата великолепнейшая и, может быть, наиболее социально-плодотворная линия русской литературы, линия обличительно-реалистическая. По пути, проложенному Фан-Визиным, пойдут такие крупные люди, как Крылов, Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Щебрин, Лермонтов, Писемский, Слепцов, Успенский, до Чехова. Последовательно и все с большим приближением к действительности. Таким образом, Фан-Визин вошел в пантеон великих писателей, представителей XVIII века, вместе с Моносовым и Радищевым. Еще в XIX веке оформилось противостояние двух концепций истории русской литературы. Условно говоря, в кавычках, консервативной и либеральной. Для консерваторов кучевая фигура эпохи Екатерина II, проект над которым она работала имперский. Вокруг этого проекта объединялись лучшие писатели. Несмотря на все сложности, в его рамках работали и Ломоносов, и Сумароков, и Новиков, и Фан-Визин, и Державин и Карамзин. Главный жанр, главный жанр рыб, ода и эпопея. Поэтому можно говорить о золотом веке русской словесности. Вяземский, Глинка, Грод, Пыпин, Соговоркин. Для либералов, в кавычках, ключевые фигуры эпохи так называемого просветителя, которые боролись с несправедливостью и описывали актуальнейшие социальные проблемы. Главный жанр – сатир. Об этом писали Булич, Афанасьев, Герцин, Добролюбов, Незеленов и другие. Совершенно очевидно, что в 20-30-е годы признание ведущей роль Екатерины в эволюции русской литературы 2-й половины 18-го века было невозможным. Нужно было предложить совершенно иной образ словесности позапрошлого столетия, который никак бы не ассоциировался с двором и личностью Екатерины. Задача была непростой, но справились с ней блестяще. Образ Екатерины II и ее культурного проекта в 20-30-е годы складывался из ограниченного числа элементов, которые почивали из одной работы в другую. Во-первых, после Брикнера стала популярна концепция двух периодов царствования императрицы – либерального и реакционного, который разделил Бугачевское восстание. Первый период характеризуется увлечением императрицы философии просвещения. Второй – разочарование по идеалу их молодости и преследование свободной мыслью, достаточно вспомнить историю Лукова или Радищева. В этой перспективе эволюция государственной предстоит как очевидная деградация. Несмотря на то, что эта концепция была поставлена под сомнение еще кезивентром, она оставалась актуальной на протяжении всего XX века. Во-вторых, подчеркивалось лицемерие императрицы, ее уже либерализм, символом которого считался наказ. В течение ряда лет писал Буковский, во всяком случае до Пугачевского восстания, Екатерина заигрывала собиралами, демонстрировала свое сочувствие передовым идеям века. Говорила, что Вольтер – ее любимый писатель, ее учитель. Желая создать в своей стране иллюзию просвещенной монархии, Екатерина была также заинтересована в обольщении общественного мнения Западной Европы. Она развернула целую кампанию лжи и всяческих эффектов, чтобы прослыть на Западе философную тротуару. По мнению исследователя, она сделала еще одну и поистине грандиозную сценировку свободы мысли, открывшую в 67-м году знаменитую комиссию нового уложения. Далее этой концепции отдали не только Перпиха, Макогоненко, но и, например, Живов. Совершенно очевидно писалось, что наказ, будучи самым прогрессивным юридическим памятником 18-го столетия, был вместе с тем законодательной фикцией, не имевшей никакого практического значения. Для нас, однако, интересен иной аспект. Наказ, как и вся идеология государства, входил в мифологическую сферу и выполнял мифологическую функцию. Именно так создается культура просвещения в России. Она, прежде всего, мифологическое действие у государственной власти. Русское просвещение – это петербургский мираж. Одни деятели русского просвещения искренне верили в его реальность, другие были участниками, но это не меняло его мифологического существа. Над него и нависали сады Семирамиды, Минерва после торжественного молебна отверзала храм просвещения, Пан Визин обличал пороки и народ блаженствовал. Именно этот мираж и был прообразом вселенского преображения, на фоне которого русский монарх вырастал фигуру космического значения. Итак, наказ «Такая же фикция, как и весь культурный проект Екатерина II» по концепции Гуковского лишь немного подновляется. Вместо слова «иллюзия» используется более привычным гуманитариям 90-х годов слово «миф». В-третьих, все лучшее в русской литературе должно было быть связано с оппозицией, а не с властью. В этом смысле исключительно показательная история русской журналистики XVIII века. Так было принято выделять особую группу текстов, христианские издания, которые выходили в Санкт-Петербурге в 69-74 гг. Традиционно их называли сатирическими. Появление этих журналов связывалось с историей увлаженной комиссии Екатерины II. Когда этот проект якобы не оправдал возложенных на него надежд, императрица начала искать новые возможности диалога с потами. В это время был основан журнал «Всякое и всячие». Как считалось, Екатерина II не смогла подчинить своему контролю оппозицию, тех самых просветителей, которые вступили в идеологическую борьбу с жестокой лицемерной властью. Но об этом писали Гуковский, Макогоненко, Берк, Игорев, Кулакова и многие-многие другие. Схема деформировала материал. Во-первых, очевидно, маргинальная тема, драматический конфликт новиковой Екатерины II стал одним из самых популярных исследовательских сюжетов в этой области. Во-вторых, журналы 1969-1974 годов были вырваны из контекста. Их противопоставили другим периодическим изданиям XVIII века. Ну, допустим, что писал еще Афанасий. Ограничиваясь периодическими изданиями 1769-1774 годов, заметим, что главным характеристическим выражением избранного нами времени была сатира. Этим они более или менее отличаются от журналов предыдущего и последующего времени. Но об этом писал и, например, Берк. В-третьих, даже в рамках искусственно выделенной группы статус журналов был не одинаковым. В центре внимания исследователи оказывались в первую очередь всякие всячины и трудни. Остальные издания признавались более или менее второстепенными. Именно Новиковский журнал мыслился центром притяжения оппозиционных сил литературы по Савуковскому. Этого показалось недостаточно, и Буковский разделил литераторов того времени на союзников трудни и на тех, кто считал более выгодным для себя держать сторону войны. Отказав тем самым им всем к самостоятельному значению. Четвертое. Литературные проблемы XVIII века очень часто сводились к обсуждению специфики литературного русского классицизма. При этом даже Буковский смог вписать в парадигму русского классицизма только Сумарокова и реконструировал его так называемую «школу», мистифицировав несколько поколений советских историков литературы. Особую роль в оформлении «либеральных концепций» сыграл Плеханов. И первую историю русско-общественной жизни, конечно. По-видимому, именно он канонизировал концепцию лужелиберализма Екатерины. Плеханов же выдвинул Панина на роль главного позиционера, а Сумарокова на роль идеолога, просвещенного шлихедству. Ему же принадлежит и ряд частных наблюдений, которые в дальнейшем станут общими местами советской интерпретации истории русской литературы XVIII века. Например, он писал о воспитательной функции торжественной воли, так называемой «руцайд». Логическим завершением этой линии стали работы формалистов и младоформалистов. Тениан и Клихенбаум противопоставили придворной литературе домашнюю, а Оде – легию. Таким образом, магистральная линия развития русской литературы оказывалась связана не с именами Екатерины Второй, княгини Дашковой, Сумарокова, Петрова, Державина, а с именем Карамзина. При этом Карамзин причудливым образом оказывался противопоставленным Екатерининскому культурно-идеологическому проекту, невзирая на то, что именно с этим проектом оказалась непосредственно связана идейная структура истории государства российских. Подобным образом Тенианов работал, описывая литературный процесс I-III-XIX века, когда очевидно ведущие писатели эпохи – Крылов, Карамзин, автор истории государства российского, Жуковский, даже Державя, по причине их откровенного монархизма, оказывались отодвинутыми на второй план, а на первый неожиданно были выдвинуты маргинальные, но политически близкие авторы. Канонический вид истории русской литературы XVIII века – Придолгуковский, мастерски соединивший в своем творчестве концепции Телиханова и Тенианова. Классицизм, дворянская фронта, борьба просветителей с властью, уже либерализм Екатерины, торжество сатирических жанров, разрушение торжественной оды – основные темы его работ в 30-х годах. Позволю себе напомнить, что литературная ситуация середины XVIII века по Буковскому определялась столкновением Ломоносова, корефея придворной официальной русской литературы, с Умароковым, родоначальником искусства и независимой дворянной интеллигены. Причем, если за первым стояли придворные меценаты, то за вторым – родовое дворянство, заявляющее о своих претензиях на политическую и культурную демену. Он выставил в литературе как антагонист Ломоносова, поэта придворного, исполнявшего заказ монархов, дельцов, окружавших трон, не отвечавшего требованиям дворянского самосознания помещика, который не желал более быть рабом, писал Бургунский. В результате создателем школы независимых аристократов в русской литературе был Сумароков. Политическим вождем ее был Никита Панина. Ну, над так называемой оппозиционностью Панина издевался еще Чичурина в середине 1890-х годов. При этом, если в политике сумароковцы потерпели поражение, то в литературе им удалось добиться безусловной победы. До середины 70-х годов эта школа доминировала и в театре, и на журнальных страницах, ну, очевидно, на страницах сатирической журнальной. Несмотря на это, в 1769 году императрица попыталась уже не сотрудничать с ними, ну, то есть сумароковцы, а выступить против них на журнальном поприще, упрекая их недовольство, настаивая на примирении с действительностью. Полемика литераторов и власти переносится на журнальные страницы и становится исключительно острой. Еще одна маленькая цитата. Нажим со стороны власти активизировал дворянскую литературную фронду, наряду с отвлеченной, возвышенной поэзией, тоже, впрочем, бившей по врагу, но только в самых общих выражениях, поднимает голову презренная проза, зубодневный журнальчик. Литература независимых дворян перестраивается. Она заводит арсенал открытого оружия. Оппозиционерам от литературы Екатерина противопоставляет, с одной стороны, совершенно лояльного власти, но не уничтоженного некоторого таланта Петрова, который должен стать вторым Ломоносовым, а с другой, как пишут Гутовские, рептильных шукоперов, писателей писак для дворянских низов, чиновников и мелкой шляхты, от пшенельного поэта Рубана до эротического компилятора Громова или бурлескника Осипова. Кульминацией борьбы становится начало 70-х годов. Бой между обоими лобелями дворянства разгорается с особой силой в начале 70-х годов. Крепостническое государство вообще переживает трудные дни. Идет тяжелая и разорительная война. Чума проникает в Москву. И вот, в преддверии Пугачевщины, чумный бунт первопрестольный едва не вылился в подлинное восстание. Фрондеры требуют власти для себя, уступок со стороны деспотии. В это же время деспотия переходит от увещаний к действиям. Один из вождей фронта, кто-то Панин, только что взявший турбендеры, принужден выйти в отставку, оказывается в опале под полицейским обзором. Вокруг него в Москве штаб фронды. Тогда же, и тоже в Москве, Сумароков вступает в конфликт с главнокомандующим, ставленником власти, и терпит поражение. Екатерина открыто предает осмеянию родоначальника литературной школы независимых дворян. Вслед за этим она выступает, прошу прощения, со своими комедией. В первой же из них о время она дает памфлет на московских болтунов, недовольных, сплетников, дворян, держащихся старины. Впоследствии ретроспектизм и традиционализм своей идеологии полемически подчеркнет фан Визин и объявит своим знанием имя Стародума. Пугачевщина и утверждение полицейского государства Потемкина резко меняют положение группы общества. Он, так пишет, Гуковский, ну и Министерство Потемкина, и повернул круто курс политики монархии, завладев правительственной властью целиком, он принялся за расправу с фронтой более решительно, чем это могла, делать Екатерина. К началу 80-х годов поражение партии франьеров стало явным. Журнал Екатерины и Дашкова «Собеседник любителей российского слова» оказался последним предсмертным кривом сумароковской школы. Последние попытки борьбы в литературе не привели к чему. Фан Визин был уничтожен ответами Екатерины на его вопросы, ее прямыми выпадами против него. Ну и, наконец, пятый. История русской литературы XVIII века должна была стать частью новой науки. Формалистов, социологов и марксистов при всех их безусловных отличиях объединяет одно – отрицание старой академической науки, опиравшейся на данные филологической критики текста. Грота его издания Державина, Сухамлинов его издания Ломоносова, Борсков его издания Екатерины, новая эпоха занималась конструированием литературы и ведения, освобожденного от пут архаичной филологии и сознательно сближалась с литературной критикой. И в этой новой науке, новой концепцией истории русской литературы Екатерины заняла совершенно особое место. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Просто хочется бежать с Плеханова, перечитывать это. Один вопрос. Польше на Плеханова действительно. Я совершенно не помню, поскольку не думал об этом никогда в вашем плече. А вот в книге «Уковску 36-го года» есть с Носки на Плеханове? Вы знаете, боюсь сейчас, с овраком не помню. Лучше проверить не хочу говорить. Но это просто продолжение того, в чем вы заинтриговали. А у меня есть два полувопроса. Скажите, пожалуйста, в вашей схеме фан-визина книга такого, так сказать, нелиберального злодея, как Вяземский, это как? Ну, очень условно. Если очень условно говорить об этих двух лагерях, консервативном и либеральном, то Вяземский, конечно, попадает в консервативный. Но он же выдвигал фан-визина? Да, но это же фан-визин, как, условно говоря, часть вот этого большого имперского правила. То есть просто в XVIII век для него разница фан-визина и Екатерины отходила на второй. Ну, по большому счету, да. Насколько я могу судить, да. И последнее. Здесь тоже, возможно, надо додумывать, но вот эта вот схема разных партий при Екатерине, на мой взгляд, уходит корнями во вполне себе 19-вечную схему разных партий при Козней Елизавете. А это Пекарске и Белярске. То есть это вполне... Ну, здесь надо посмотреть, как шли эти... Да, да, замечательно. Сынный минус.